Эти новости рвут сердце, и я хочу, чтобы это прекратилось. Я мечтаю, когда перестанут погибать граждане Украины на украинской земле. Касается это военных, касается это гражданских в Чернигове или, как этой ночью, в Днепре. И, что важно, не только я хочу этого. Многие жители этой планеты знают, что делать. Знаем мы, знают наши западные партнеры. Есть два базовых пути. Я считаю, что нужно идти одновременно по двум дорогам. Дорога номер один — это переместить Путина в Мавзолей. Дорога номер два — убить всех пилотов Ту-22М3, Ту-95, ну и, соответственно, пилотов других типов российских самолетов. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Я хочу вам сказать, что там, на болотах, они не радуются уже смертям украинцев. Знаете почему? Потому что они понимают, что мы идем за их головами. В прямом смысле этого слова. И пока пытаются это как-то подсластить новыми методичками. Решение будет принято в субботу, 20 апреля. То есть, нацистскому украинскому режиму будут выделены деньги в день рождения их кумира. Вот жучайший закон, вот абсолютного зла. И когда деньги будут выданы, то я думаю, что нацистские палаты по обе стороны океана радостно отзигуют друг друга в приветствии. Спикер Джонсон назвал себя политиком военного времени и одобрил законопроект о военной помощи Украине. Своё «да», разумеется, уже сказал и Джо Байден. Трамп пока не реагирует. Голосование состоится чуть больше, чем через 48 часов в субботу, 20 апреля. По совпадению именно 20 апреля нацисты всего мира празднуют день рождения Гитлера. То бишь, будем считать, что это такой подарок лично Зеленскому. Вот я люблю символизм. Деньги, б***ь, в Украине они выдадут в день рождения Гитлера. Всё, что надо знать про Америку. Просто всё, что надо знать про Америку. Внимание, где можно узнать, когда родился Адольф? Можно почитать Википедию, а можно включить российский телевизор. Интересно, совпадение ли это, что там так отслеживают вот эти вот даты? Ну и, соответственно, Владимир Путин хранит фуражку Адольфа Гитлера. Мне кажется, это не совпадение. И если уж говорить о таком символизме, а может быть, он действительно есть. Может быть, действительно наши западные партнёры осознали, что если Украину сейчас не усилить высокотехнологичным оружием, то могут быть у нас большие проблемы. А потом у них. И вот пришли к такому выводу, что чтобы побыстрее угомонить современного Гитлера, помощь будет проголосована. Очень показательно, что Конгресс ещё не голосовал. И Оля перед голосованием провела перекличку агентов России в Конгрессе Соединённых Штатов. Это будет у нас во второй части этого видео. А российские военные эксперты говорят, что у Украины уже всё появилось. Появились новые системы поражения. Причём очень интересно сменилась картина подачи информации. Во-первых, российская пропаганда официально признала, что мы вынесли их аэродром в Джанкои. Со всеми вытекающими последствиями. Все наземные средства, влияющие на завоевание господства в воздухе, должны поражаться не воздушными средствами, а асимметричными способами. Это ракетными войсками. Вот подтверждением тому, например, можно привести... Уничтожение российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Это самолёт из советской эпохи. Рашка такие самолёты больше не производит и производить не будет. По последней информации, из четырёх членов экипажа, двое уже всё. Они уничтожены. Как раз в рамках того концепта, как прекратить ракетные удары. То есть тут дорог сам самолёт, дорог Владимиру Путину, но и, соответственно, пилоты. Это действительно эксклюзивные убийцы. И вот их отправили в ады. Есть мнение, как так могло получиться, что самолёт был сбит на расстоянии 300 километров от украинской границы в Ставрополе. Почему-то пишут, что приложились к этому украинские висковые поветряне силы и Главное управление разведки. Я сначала подумал, а при чём тут ГУР, собственно говоря. Но, опять же, анализ информации меня подтолкнул в мысли. То есть я нашёл ответ. Дело в том, что накануне российские граждане, очень бдительные, нам всем сообщили, почему это произошло. Сообщаем вам о возможной противозаконной преступной деятельности губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, возможно, работающего в сговоре с внутренними врагами и на агентами по указанию руководства зарубежных антироссийских центров в интересах спецслужб Украины и стран НАТО, которые нацелены на дискредитацию действующей власти. В результате подрывной деятельности губернатора Ставропольского края мы имеем вот такую вот картину. Да, ещё раз, я прекрасно понимаю, что они убили 8 человек на Днепропетровщине, и этому нет прощения. Но война есть война. Но, согласитесь, приятнее, когда читаешь утренние новости, знать, что не только они попали по нашим городам, но и мы, во-первых, уничтожили их самолёт. Дорогой-дорогой, во всех смыслах этого слова. И даже сегодня зафиксировано впервые, опять же, уничтожение двух крылатых ракет Х-22. Это значит, что появились новые системы поражения у Украины. И касается это, судя по всему, не только ракет Атакамс. А ракеты у нас тоже есть. И там тревожно. На болотах они пищат, визжат. Тревожно. Подготовку украинской стороны к нанесению удара по Крымскому мосту. Вот этот удар по Джанкою. И этот удар по Джанкою, он напрямую связан с подготовкой нанесения ударов по Крымскому мосту. Сто процентов. Шурыгин как раз на эту тему написал. Во-первых, это вскрытие нашей системы ПВО. Во-вторых, уничтожение. Потому что было уничтожено три установки. Это мы не будем говорить, что-то случилось и так далее. Да. Не три, а больше. Причём речь идёт об С-300 и С-400. И очень прикольно, когда российские комплексы ПВО не смогли защитить кого? Джанкою? Нет. Они не смогли защитить себя. Дали Будда. Как это происходило? Это описано просто идеально. Причём прикольно, когда российские вот эти путиноиды, эксперты, которые воспевают войну, прямым текстом показывают, как будут выносить на российскую группировку из Крыма. Вот. Поэтому вот эти вот удары, хотя эффективность этих ракет, ну, тоже. МГМ-140А, более старыми ракетами, они были практически все уничтожены нашей ПВО. И они вскрыли нашу ПВО. А уже второй удар, который был нанесёт МГМ-140Б, который имеет не прямую, а кривую траекторию, значит, баллистическую. Она баллистическая, но уже боеголовка имеет возможность маневрировать. В чём разница между этими ракетами? Первые ракеты, ну, то есть, с кодом А, летят на расстояние до 200 километров, даже там 165 километров, а с номенклатурой Б летят на 300 километров. И тут прикольно, что те, которые летят на 165 километров, они тоже достали до Джанкоя. И, внимание, внимание, вскрыли российское ПВО, которое не имеет аналогов, насколько нам говорил Владимир Путин, а он никогда не врёт. И это всё было вынесено. И это впервые признано. Понимаете? Тревога. Если так будет продолжаться, мы столкнёмся с очень интересным явлением в России. Называется подорожание российского солдата. Потому что, как бы, на Джанкоя внимание обращают все, а на то, что российскую пехоту минусуют наши ФПВ-дроны, и не только они нон-стоп, но на это почему-то никто не обращает внимания. А зря. Были носены эти удары. Это подготовка, я так считаю, к нанесению удара по Крымскому мосту. И в эту подготовку ещё будут входить удары этими ракетами в первую очередь по объектам нашей противовоздушной и противоракетной обороны на территории Крыма и на территории... Нам как на это отреагируют? Нам что сделать? ...таманского полуострова. ПВОшники знают это лучше меня. С Крымом понятно. А что такое таманский полуостров? Если кто-то не знает, это Краснодарский край. Это родина боброедки. Во многом одной из самых влиятельных фигур в системе российской власти. Не только российской пропаганды. Так вот, в Краснодарском крае произошла интересная штука. Я когда говорил о том, что российский солдат резко подорожал, смотрите, значит, сколько было? 900, миллион 400, потом, соответственно, миллион 600 рублей предлагают российскому гражданину за то, что он подпишет контракт с Министерством обороны. Давайте зададимся вопросом. А как так получилось, что настолько быстро меняется количество нулей и меняются цифры в сторону увеличения выплат а российским солдатам, российским оккупантам? Вывод один. Нет желающих. Почему? Потому что даже российские граждане понимают, что мертвым не нужны российские рубли. Даже 1 миллион 600. Но в любом случае самый классический способ предотвратить это, это наращивание группировки ПВО разными системами и эшелонирование этих систем в районе объекта прикрытия. То есть у каждого из систем ПВО имеют свои характеристики. Например, С-300 имеет эффективность практически 0,9 по аэродинамическим целям, по самолетам. А по баллистическим целям только 0,5-0,6. В принципе, эти характеристики и были подтверждены при сбитии некоторых, ну, половины вот украинских ракет атакам по Джанкую. Вы это услышали? Ключевое слово. Украинских ракет атакам. Правильно? Они не американские. Они уже наши. Это те самые 0,5-0,6. Иногда цифра может снижаться в зависимости от обстановки до 0,4, возрастать до 0,7, но это вот предел этих коэффициентов. Смотришь на этого авторитетного на болотах человека, и ощущение такое, что он говорит не о процентах сбития, а о емкости 0,5-0,6-0,7-0,4. Но, очевидно, он все-таки выбирает 0,7. Но прикольно следующее. Значит, российские системы ПВО, которые не имеют аналогов, они сбивают наши ракеты с вероятностью 50%. Это значит, или собьют, или нет. Не устраивает. Не устраивает, но у нас на выходе еще С-500, которая непосредственно затрагана. Но нам-то надо это решать. Ясно, что тебе будут носить удар. Но этих систем еще... Да, но им-то надо до 7 мая нанести удар. Мы же понимаем, что им важна инаугурация. В любом случае... Я, например, могу тебе предложить сам простой вариант. ...упреждающий удар. Да, например, завалить разведные беспилотники, которые постоянно перед их атаками летают. Вот именно, да. Да, вот об этом тоже надо поговорить, что те удары, которые наносятся по нашей территории, особенно по территории Крыма и Краснодарского края, они всегда сопровождаются наблюдением американскими стратегическими разведывательными самолетами. Они не первый раз об этом говорят. И сразу понятно, что российские красные линии немножечко отступили. Вот они угрожают, внимание, за удары по российским комплексам ПВО, где умирают российские военнослужащие, атаковать американские БПЛА, где нет американских военнослужащих. Постоянно звучит вот эта вот фраза «Краснодарский край», что даже туда полетит. Мне, например, такая постановка очень нравится. И в части вот этого удара по Джанкою даже Скобеевой приказали своим ртом сообщить о том, что в Джанкое беда. В тексте документ прямо говорится, что США теперь обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это действительно грозное оружие, которым Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому в Джанкое. Ну и самое интересное. В течение 45 дней после принятия законопроекта самоходный Байден обязан предоставить Конгрессу долгосрочную стратегию по Украине с конкретными целями для победы России. Это означает только одно. Американцы полностью берут на себя контроль под ситуацией на войне. Не Россия, а над Россией. Это не одно и то же. Я вчера делал видео о том, что вот этот вот пункт, что должна быть обнародована или представлена стратегия действия администрации, он ключевой. Потому что есть военная задача. Если условно в Белом доме говорят, что мы должны остановить российское наступление, которое сейчас продолжается, то для этого нужно выделить такое-то посчитанное количество ракет, бомб, самолетов и так далее. То есть это уже не абстрактное. Украина не должна проиграть, или Россия должна проиграть эту войну. Это математика. Военная математика. Да, она измеряется не только ракетами, но и жизнями. Но факт остается фактом. В своих видео я неоднократно в отношении Владимира Путина использую определение идиот. Причем не в плане того, чтобы обидеть человека. Нет, исключительно медицинский термин. Человек, который слетел с катушек. Внимание, на какую страну напал кремлевский карлик и его население. И это война не Путина, как говорит Юлия Навальная, а российского народа против нас. Хорошо. Купили Джонсона-то. Да? Купили. Точно нужно было лезть в Украину? Задается каждый российский гражданин. Если мы покупаем спикеров американского конгресса, в данном случае нижней палаты, но, как говорится, главное начать, то мы страна, которая вырвет кадык всем российским захватчикам. Чтобы этого с вами не произошло, товарищи россияне, не нужно сюда приезжать. Не нужно покупаться на дешевую рекламку о том, что подпиши контракт с Шойгу, и тебе сразу дадут 1 миллион 600 тысяч российских рублей. Они тебе не понадобятся. Ты не успеешь их потратить. Ну и что касается американцев, Конгресса, как мы не надеялись и как не откладывали этот процесс, этот момент, в конечном итоге 61 миллиард, здесь пользуясь терминологией Илона Маска, что было легко предсказать. Все-таки Украине дадут, деньги отправят, Украину не бросят. В противном случае, зачем начинали эту войну, цели стратегического поражения России не добились, поэтому война будет, конечно, продолжена. Грустит Олька, а Скобеева и грустно. Это понятно. Потому что вот эти ракеты, они же могут прилететь не только в дом в Днепре, они же могут прилететь и в дом Ольки, в Москве. И это будет во многом справедливо. И знаете, кто во всем виноват? Ну, конечно же, Чарльз Браун. Это главный американский военный. Это его план. Как Чарльз скажет, так и будет. Смерть российским оккупантам. Говоря, мы чисто по тактико-техническим характеристикам видим, что они уже все дали. Причем, опять же, заметь, нигде, не только не говорилось о том, что их поставляет вот эту 140Б ракету, но на фоне того, что нет денег, нет ничего, а поток вооружения идет, то есть никаких проблем нет. Новейшие ракеты они получили, соответственно, сразу же их испытали. Здесь, опять же, ведь мы с тобой отлично понимаем, что это все продолжение той же самой политики, того же самого Брауна, который провозгласил еще в январе и войну на истощение методом убийства каждого русского, того, что каждый русский идет в зачет. То есть это перенесение войны на нашу территорию, попытки открыть у нас второй фронт в Белгородской области, это все Браун, вот этот самый черно... Как это правильно сказать? В общем, подонок, который, наверное, председатель комитета начальников штабов, который, в общем, если Миле еще до этого как-то хотя бы говорил о том, что территорию России трогать не надо, то вот этот, в общем, никаких стопоров не имеет. Его же, кстати, именно он озвучил одним из первых своих... Его только-только назначили. Одно из первых его заявлений было о том, что Украина должна получить дальнобойное оружие, которое позволит работать по полной территории Крыма и вообще по всей той территории, которая так или иначе вовлечена в боевые действия. От себя могу добавить, что вся российская пропаганда Останкина, значит, там, где работает Ольга Скобеева, на улице Правды, не смейтесь, у них базируется телеканал «Россия-1», там, где вот как раз и нон-стоп пропагандируют ненависть против Украины. Они вовлечены в войну на полную, со всеми вытекающими последствиями. Оле все понятно, она не дура, она хорошо училась на курсах Геббельса и пока пытается подсластить ситуацию. Хватается за последнюю соломинку, что вдруг, вдруг все активизируются и, соответственно, помощь военной Украине не пройдет. Давайте список агентов Кремля в США. Такой себе список «Единой России» в Конгрессе США. Еще не факт, что Конгресс проголосует «за». Вашингтонские кремлевские конгрессмены, они же сторонники Дональда Трампа, начали затягивать процесс выноса документа на голосование. Внесено уже 46 поправок. Конгрессмен Эндрю Оглс из Таноси просят запретить использование американских денег для вооружения и обучения запрещенного в России неонацистского батальона «Азов». То же самое касается так называемой третьей штурмовой бригады ВСУ, фактически ребрендинг «Азова». Запрет распространяется и на подопечных террористов Буданова из ГУР, неовласовцев из так называемого РДК. Конгрессмен Пол Гассар из Резона считает, что миллиарды долларов останутся в США, должны остаться в Америке, пока Байден не начнет мирные переговоры с Путиным. Конгрессмен Дональдс из Флориды ждет от Белого дома всеобъемлющей стратегии, мол, понятие «победа Украины» это что-то из рода фантастики. Ну и в принципе, понятие эфемерное. Ну и самые огненные, конечно, поправки внесла конгрессвумен Марджери Тейлор Грин. Она хочет запретить использовать деньги налогоплательщиков до тех пор, пока узурпатор Зеленский, во-первых, не проведет в стране свободные выборы. Во-вторых, пока Украина не закроет все биологические лаборатории США на своей территории и не предоставит все данные об этих исследованиях правительству США. И, пожалуй, самая потрясающая, добавная поправка от миссис Грин. Любой член Конгресса, который проголосует за помощь Киеву, будет обязан автоматически вступить в ряды ВСУ. В этой связи анекдот дня смотрите Джо Байден получает повестку в Ужгороде. В парламенте любой страны есть свои фрики. У нас Марьяна Безуглая, но вот в Штатах мы, в принципе, всех услышали. Ольга перечислила всех пофамильно. Исключение, знаете, какое государство? Это Рашка. Потому что в Госдуме все, поголовно, все 450 товарищей. Там есть еще Совет Федерации, но они в данном случае вообще не отличаются. А по поводу Байдена так себе анекдот. Он президент, он не член Конгресса. И он там не будет голосовать. Он просто подпишет соответствующий документ, когда он будет проголосован. И сейчас слишком много признаков того, что эти нормы законодательные будут внедрены в жизнь. А это значит, что больше российских граждан, которые пришли на войну, отправятся в ад. Где им и место? А чтобы не отправиться в ад, свергайте Путина. Об этом мы говорили в начале видео. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Слава ЗСУ. Слава Украине. Украина была, е и бода. А тот, кто в это не верит, тот просто присоединится к пилотам Ту-22М3. Пока. Слава Украина. Украина. Продолжение следует...